Здорово, братва! С некоторых времен стал заниматься очисткой и ремонтом Sony PlayStation В данный момент это моя Sony PlayStation Я ее купил, здесь не работал привод Не читал диски Я разобрал, попробовал почистить Ее уже разбирали неоднократно Не знаю, почему сразу не сделали Во-первых, она шумит Это во-первых Во-вторых, привод сломан Ну и, в принципе, все, наверное Так, ну давайте восстановим ее Все куплено на Алиэкспрессе Пломбы Так что, если покупаете и смотрите, что пломба на месте Это ни о чем не говорит Можно в рекламке даже сделать Короче, пломбы Далее 2500 стоит полный привод Я купил, по-моему, за полторы или 1200 Вот такая только часть Без механики, только электроника Не знаю, будет работать, не будет, проверим Так, еще купил Термопрокладки сразу 6 ватт, по-моему, теплопроводность Если не врут Хочу попробовать Жидкий металл Нанести С алюминием нельзя, но можно с медью А там пластины, я посмотрел Прокладка медная стоит Так И заказал еще Новый кулер Потому что пишут, что Проблема еще может быть в подшипниках Заказал новый кулер Не знаю, поможет, не поможет, но поменяю еще кулер до кучи Так Ну, давайте приступим к разборке В принципе, я тоже такое же видео смотрел по разборке Ничего сложного здесь нету Начинаем с торца Нужно снять обе крышки Они снимаются не сложно С лицевой стороны С чем-то плоским В данном случае Вот эта штука, она для часов Предназначена Для открывания крышек часов Вы можете использовать отвертку И потихонечку отщелкиваем замки Раз замок Два замок Поднимаем и немного ее сдвигаем от себя Верхняя крышка снята Никаких вопросов не возникает Здесь у нас находится блок питания Сначала надо, по-моему, с той стороны разобрать Потом перейти к блоку питания Обязательно, наверное, разбирать с обоих сторон Обязательно Так Так С этой стороны Я не помню, в какую сторону сдвигать Но, скорее всего, все то же самое Либо вот здесь вот Так На данном этапе Жесткий диск нам не обязательно снимать Так Подцепляем С обратной стороны Верхняя спереди снимается Задняя Получается взаде Не ошибаюсь А, не вру Чтоб снять ее надо открутить винтики Они держат Где пломбы стоят Для этого используются Так По-моему, вот это А, не, туда не лезет Так 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 Для этого используется Т9 Маркировка Это Типа звездочка Но Внутри нее отверстие обычно звездочкой сложно открутить здесь всего два их откручиваем еще крышку надо заднюю снять вот эту и за ней еще один болтик получается за крышкой жесткого диска и 2 за пломбами всего три и принципе у нас все снимается здесь вроде да здесь тоже немного сдвигается так это у нас задняя часть здесь аккуратней так заодно кстати фишка 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 вентилятора не забудьте его подключить потом так она коричневый похоже то бишь вентилятор скорее всего правильный взял хулер начинаем отсоединять шлейфы так шлейф это у нас по моему включение либо доставание диска ну вот они два маленьких отсоединяем их далее это у нас скорее всего антенны вайфая bluetooth а на какой тут модуль стоит это вайфай так шлейфы раз два три четыре шлейфа по краям все снимаем три просто вытаскиваются один защелкой защелку поднимаем вверх темную и вытаскиваем так кулер тоже включаем ну и принципе все все отключили аккуратно ничего не оторвите когда будете снимать крышку здесь вот допустим антенна заведена вот сюда вот за держатель надо ее убрать так и этим же шестигранником да по моему да этим же шестигранником можно снять крышку откручиваем крышку не бойтесь ничего не перепутайте если боитесь перепутать помечайте маркером большие отверстия это серебристые три черных это получается у нас крепление крышки маленькие черные по моему только здесь те болтики которые закручиваются с этой стороны они помечены галочкой если допустим галочки нет то не надо с этой стороны закручивать так все серебристые сняли откладывая в сторону можно откладывать их стопочками по порядку чтобы не перепутать если боитесь далее откручиваем еще маленькие данном случае здесь уже кстати помечены маленькие крестиками кто-то боялся перепутать вы не перепутайте потому что в большое отверстие маленькие не закрутится бултик а там где нужно закрутить везде стоят галочки так это у нас получается защитный кожух под ним уже будет материнская плата процессор находится по моему с обратной стороны для до сидером а вообще беда сидером достается в самую последнюю очередь так открутили все маленькие черные откладываем их в сторону предыдущий хозяин сказал что замена термопасты помогла ему на два месяца сзади жесткий не снял жесткий держится на одном винте тоже вы его не перепутаете здесь стоит жесткий на 1 терабайт 540 по моему скоростью них можно заменить на ssd или на 720 обычным от ноутбука 2 спойный был называется так снимаем крышку у нас все отключено ничего не мешает снять так здесь у нас получается тоже маленькие черные тоже их откручиваем ничего не уроните туда где это может что-то спалить за этой крышкой у нас держатель процессора прижимная планка так называемая на разных ревизер если загуглить и увидите что они разные ставят сюда от xbox а чтобы прижимная сила лучше было не знаю для чего мне кажется можно ее просто подогнуть чтобы не усилия появилась она будет нормально держать так подцепляем крышку защитную сандышные резисторы не сбейте один резистор и все на этом все закончится я думаю здесь у нас чипы получается да здесь чипы здесь у нас термопрокладки которые мы поменяем на обратном пути так на работе питания чипы снимем на часто блок питания не помню держится чем-то или нет на блоки питания нужно все открутить здесь тоже тоже т9 может откручивать здесь серебристые получается три средних и два длинных это пластина масса у нас наверно или защитная какая-то так открутив все снимаем блок питания и и аккуратно потому что здесь еще управление так все блок питания у нас снят в принципе он уже чищен и здесь откладываем в сторону и возвращаемся обратно так откручиваем получается держатель и 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 сломалась прикиньте отвертка сломалась достаем прижимные винты планка защита так это защита от этих резисторов ой что тут у нас конденсаторы вроде и достаем потихоньку так смотрим еще что-то прикручено где-то до винт должен быть чаще 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 если не идет значит где-то что-то прикручено еще так не вижу по моему один или два всего винта где-то я помню материнка закручена я здесь открутил они все нормально все откручено так аккуратно извлекаем принципе вот материнка паста тут так жирненько намазана а вот они получаются термопрокладки старые тоже зачем-то намазаны старые сочи так я бы еще конечно эту медную пластину отполировал бы еще что слишком много здесь зазоров прямо надо гони гладко еще в идеале будет полировать так и сам кристалл да у нас это еще прям жирно 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 и причем по краям она сухая а сверху сырая наверно сбоку с краю старая как мне кажется так эти прокладки тоже на удалить все прокладки поменяем так ночью нам нужен теперь привод здесь у нас получаются серебристые винты защита еще одна держатель какой-то здесь у нас тоже все уже удаляем кстати вот так если снять это радиатор радиатор чистый снять и можно полирнуть чтобы не было таких сильных трещин в принципе мы уже дошли до кулера кулер у нас один в один меняем кулер тут почему-то двух винтов не хватает два винта все понял это два винта идут сверху закручиваются все снимаем такой же плод как и на том что я подумал может это косяк какой-то крутится вроде тика проблема не в нем скорее всего было так получается ставим новый все идеально извиняюсь за звуки от но открыто как всегда жарко так раз винт два винт так вот как я и сказал с какой стороны закручиваться здесь есть галочки здесь галочки нет поэтому сюда закручивается другой лист который только что сняли сейчас мы поставим обратно разбираем привод здесь тоже другие болтики с круглой головкой это у нас защитная крышка получается так удаляем защитную крышку разбираем точнее не знаю будет ли он работать алиэкспресс все таки здесь еще одно так здесь другой кстати винтик так здесь еще один не торопитесь когда что-то снимаете аккуратно снимайте не идет даже посмотрите еще раз посмотрите все так должно все сниматься легко так шлейф в данном случае шлейф держит приклеенный отклеиваем так здесь аккуратней тоже держит отцепляем его тогда все крышка у нас удалена так здесь у нас винты и вижу я всего два винта в принципе они вроде не мешают поэтому надо выпить кофейка так если они не мешают значит мы да я прав значит мы спокойно все достаем так и смотрим так это получается смотрим на наш новый так новый у нас идентичный так ставим резинки которые гасят ну что здесь комплекте почему-то не было хотя на фото были вставляем их так можно сказать что мы полностью разобрали sony poststation troll потому что тут осталась механическая часть которую я в принципе до этого уже снимал она тут легко снимается по моему даже ничего не надо откручивать здесь насколько я понимаю а нет один винтик вот здесь надо открутить и все и она полностью снимется весь привод целиком так будет кстати проще менять но это будет дороже на тысячу с чем-то на две считайте так так здесь все сделали дальше нам нужно еще поставить шлейф достаем шлейф вставляем так смотрим шлейф на повреждения возможно из-за этого не работал привод вроде все целое так все со старого нам ничего не надо больше откладываем его так фиксируем для архива теперь будет надежда только на то что будет читать диски так данный шлейф вставляем обратно собираем все в обратной последовательности теперь только не забываем еще поставить ухлаждение давайте быстро все 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 Продолжение следует... 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 пинцет говно быстрее нормальный пинцет так все все что-то тут вроде легло почти вот все встало все встало далее будем вырезать на эти чипы ну и все и почти все так все вытащил так это не шлейф есть шлейф есть шлейф есть 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 так кто-то штучка еще немножко не на своем месте все это есть check the mic and make sure it sound right boys и Субтитры сделал DimaTorzok It sound right, boys 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 It sound right It sound right Джойстик какой-то тут ремонтный валяется Так, ну давайте что Вот Так, джойстик отключился, значит USB работает, да? Так Ну давайте Зайдем на мой Диски вообще не читала Вот так вот моргало все время О, слэчдок Добавлена загрузка Так, ну и ждем Полную загрузку И запуск игры она вам обрежу не ждать вам долго досталось 30 секунд осталось этот немножко еще банковку почистил так проходку почистим так все там блин еще двадцать две минуты копирование с диска завершено можете запустить тогда все начинаем играть честно говоря не понимаю что он вообще что-то не вестушка то крутится вообще не крутится короче флешка только что кончилась хотел показать вам этот вернее показал флешка кончилась серфинг так смотрите все что такое серфинг джойстика вот смотрите вы играете у вот джойстик видите сам идет он кстати да сейчас звук чисто вертушки диска закончил крутиться все колоссального шума нету так ладно уберем на джойстик зайдем нормальным джойстиком все здесь закончил крутится звука никакого соника теплая вот в этом месте такая градусов 60 уже рука не терпит меньше 60 градусов в этом вместе блока питания причем вместе процессора здесь вообще нормально все она именно вот где блок питания вход блока питания так все хорошо так что у нас получается хочу тоже сердечко где-то тут же здесь нормально чем уже сердце я зажал сучу не так мы давайте убьем быстро как убивать то браун ой не попал еще ну поэтому мы можем зайти кстати в юси он сейчас проверим буду наш уметь или не будет давайте за бой сыграю один для вас обычно в юси промежутка бывает вообще прям такой свист прям свист чё то это у меня здесь по моему свежий аккаунт кстати здесь еще очень жарко на градусов меня видюха крутится здесь есть батарея жарит вообще жесть окно закрыто так что сейчас если будет греться на канадо даст себе знать сто процентов даст себе знать так ну давайте 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 какой там нынче вес то сыграем сетевую сетевой легчайшие будем брать тиджея тогда хотя бы сейчас он должен быть второй дивизион всего сюда не помню пятый уровень или какой-то так здесь берем тиджея тоже тиджея ну давайте поменяю сам будет альдо ну против альдо можно петра взять он пошел пошел разгон все пока рука терпит все пропадненько ну кто знает как эти фатовские и какую прошки орут так я думаю вы понимаете но сейчас она вообще идеально тем более я упор к ней сижу ну давайте так и знал еще все такое печально попался нам боец еще раз ну это не так делаешь так все встаю чё волкик 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 будешь бить так и знал что будешь халькик сейчас будем корпус отбивать не помню у Яна есть колено есть так навстречу о с удара нормально нормально давай давай блин прямо под удар корпус зашли это блядь заебался и ногами будешь на 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 еще на перкотиков на на поймал на у тебя парень уже башка похуже чем у меня на еще и ногу отобью ну ладно хайкик прошел один у тебя башки хана значит и дальше будешь делать у вас обратно стойка нормальная у тебя нет на не дался ему утихом так первый раунд закончен что там видно нормально да и вообще не шумит это меня радует металл то работает жидкий металл работает это обычно вот особенно в перерывах идет загрузка перед раундом и начинают на взлет идти давай волки еще хайки вау кик корпус зашел не попал сейчас буду тоже займу корпус убивать хотя можно и ногу а у поставил неужели он не поставил грога корпус башки у него чекана но отбил ты ногу молодец поздравляю тебя меня еще целая 2 на 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 мне уже можно принципе и хотите пропускать на 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 а чё ты глупо стал б на левый тогда бить ну да ничего страшного на 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 ты лепится свой 100 минут от дружище я еще сколько не захожу есть пробитие молодец она защиту поставил все это там задушить не хочешь новая души бразили все-таки правда у меня слишком много стамина задушил у тебя очень мало стамины братан колено на живот не блокируешь ну тогда лови о не тебя я промазал что давай еще раз я тебе корпус буду отбивать еще раз все неинтересно будет больше с тобой вот сейчас ты молодец ну фитра защита хорошая у петра защита хорошая хорошая у тебя тоже стамины нет друг мой еще и раунд кончился нет сонька радует радует ну давай заходи быстрее с собаками что-то третий раунд можно уже издеваться ноги отбил мне голова целая корпус целый ну ты братан нет сожалеете у тебя а Ну давай, давай, уворачивайся. Вот себе, встаю. На. На, на, на. На, на, на. На. Давай, халькейк. Не будет халькейк? Голову-то чё, кто защищать будет? Ты, брата, вообще меня поражаешь. Давай, халькейк. Рога. Да мне в башку-то насрать. О, огрызаешься. Я, честно говоря, уже завалил бы его. Ладно, я чисто сумку тыщу. Ещё. За решение дойдём, походу. Может, нет. О, давай, давай. Я только за. О. Да, блядь. Не задушишь ты, не сломаешь на ничего. Успокойся ты. Чё за люди такие? Чё там? Ну, переход ещё сделал. Так уже поздно. Я уже. Ну, всё, ты. Нужно заканчивать. Руки не поднимаешь. Ну, молодец, перевернул. Болевой, да как ты сначала дождался, пока мне стамина накопится, потом дождешь. Долго-долго ты думал, друг мой. Не, 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 не. С твоей стороны это тщетные попытки. Смотри, раз. Давай выход за спину. Ну, давай. Ненадолго тебя хватило. 12 секунд. Надо бы тебя убить. Блин, давай, давай, давай. Бля, не успею. Не успел добить его, к сожалению. Ну, всё. Слышите? Я надеюсь, что всё отлично. К сожалению шумит. Всё, огонь. Ладно. Кому понравилось, кому что-то помогло, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока.